Неделю назад не стала Юлией Началовой. Её родные и друзья по-прежнему не могут смириться с внезапной смертью молодой артистки. На похороны певицы пришли сотни людей. Семье пришлось несколько дней заниматься оформлением бумаг с просьбой о предоставлении бесплатного места на кладбище. После того как документы стали достоянием общественности, выяснилось, что популярная певица носила двойную фамилию. 16 марта 2019 года скончалась широко известная и популярная певица и актриса Началова Алдонина Юлия Викторовна, значилась в одном из официальных документов. У певицы физически не хватало времени на то, чтобы заниматься бюрократическими процедурами по переоформлению документов. К тому же, даже после развода Юлии Началовой и Евгению Алдонину удалось сохранить дружеские отношения и не утратить уважение друг к другу. Поэтому в смене фамилии не было серьезной нужды. Близкий друг артистки Николай Басков в недавнем интервью признался, что Евгений Алдонин был единственным мужчиной в жизни Юлии, к которому у него нет претензий. Певец уверен, что и первый муж звезды Дмитрий Лонской, и последний гражданский супруг Александр Фролов довели певицу до такого состояния, что она не могла адекватно следить за здоровьем. Первый муж все время говорил, что она толстая. И Юлия подсела на препараты на мочегонные средства, таблетки для похудения. Подкосила ее и ситуация с Фроловом. Саша решил отсудить половину квартиры, которую Юля оставил Женя Алдонин. Подсчитал, что он имеет на это право, потому что ее содержал, сказал певец в программе «Привет, Андрей». Напомним, что артистка попала в больницу 11 марта после того, как сильно натерла ногу. Певица долгое время не обращала внимание на небольшую ранку, но вскоре почувствовала себя плохо и потеряла сознание. Врачи ввели Началову в искусственную каму и подключили к аппарату вентиляции легких. Рядом с певицей до последнего были близкие. Они молились за то, чтобы ей стало легче. Но надежды родных не оправдались. Юлия Началова умерла 16 марта в возрасте 38 лет от заражения крови.